Мы ПШЕ в Польше ПШЕ. Сегодня выехали по направлению Краково ПШЕ и наши ПШЕ планы ПШЕ входит посмотреть пещеры ПШЕ, соляные пещеры ПШЕ, другие пещеры ПШЕ, райская пещера ПШЕ и так далее. ПШЕ райская. ПШЕ райская. В Польше ПШЕ очень тепло на самом деле ПШЕ, несмотря на то, что сегодня начало сентября ПШЕ. Единственный минус, который я вижу ПШЕ, это то, что здесь надо ехать 50 км в час ПШЕ, а в остальном все нормально. После того, как мы посмотрим пещеры ПШЕ, мы направимся в Словакию и там тоже будем тусоваться. В общем, вот такой план у нас на сегодня ПШЕ. По Польше достаточно просто путешествовать в плане дорог, потому что здесь везде есть указатели. Только единственное, что немножко смущает, это, например, указатели зеленого цвета, потому что зеленый цвет означает магистраль. Но ты едешь совсем не по магистрали, а по каким-то населенным пунктам. Вот это вопрос немножко не понять. И пока мы едем в сторону пещер, хотелось бы сказать пару слов по поводу интернета, который мы здесь используем. Симку мы купили еще в России. Ссылочку я оставлю внизу. Перейдя по ней, вы можете получить тоже 10% скидку на эту карточку. Симка активируется, когда вы въезжаете в Европу, и действует она по всей Европе. Счет на симке 20 евро, 1 евро это 100 мегабайт. Собственно, мы купили симку для планшета и раздаем Wi-Fi на все остальные устройства с планшета. Очень удобно и не надо заморачиваться, приезжая в каждую новую страну и покупая там симку. Мы приехали на заправку. Что особенно нам нравится в Польше, так это то, что здесь 6000 газовых заправок. И практически на каждой заправке, неважно, даже это Shell или Лукоил или какая-то их местная, есть газ. Везде, абсолютно. Стоит он здесь так же, как наш бензин. Вот, я вам сейчас наш цену покажу. Вот, пожалуйста. 1 злотый, 89 чего-то там. В целом, бензин тут стоит дизель 4,29 злотых, 95 и 4,48. 92-й редко, где встретишь, практически его нигде нет. Ну, может быть, еще 98-й. В России по закону запрещено самостоятельно заправлять машину газом. В Польше и вообще во всем Евросоюзе человек должен самостоятельно заправлять. Ну, конструкция здесь, в принципе, такая жидкая у нас, ничем не отличается. Ага, еще магазин у них называется «Склеп». Смешные. Короче, рассказываю, нужно держать кнопку. У нас бак, например, 92 литра, 95 литров. То есть, он обычно заправляется, если полностью вышел, на 80 литров. То есть, ты стоишь, ты стоишь и ждешь, пока он заправится, держишь эту кнопку. А если ты эту кнопку отпустил, ты должен пойти и оплатить это все. А, и, кстати, для тех, у кого газ, ищите LPG. Короче, ребят, Польша – это вообще отдельный разговор. Мы приехали в пещеру, которая называется… Райская. Райская пещера. И оказалось, что, чтобы попасть в Райскую пещеру, нужны билеты по предварительной резервации. Потому что просто так прийти, купить билетик и пойти в пещеру нельзя. Что за бред? Нас, короче, отправили обратно. И все, мы не можем в эту пещеру попасть. Слава богу, что нам все равно попасть, и мы как бы дальше едем в сторону Кракова, там, соляные шахты и так далее. Ну, вообще, это так тупо, если честно. Мы приехали в соляную шахту. Здесь есть специальная экскурсия в 16.15 до русских групп. Здесь есть специальная экскурсия в 16.15 до русских групп. Здесь есть специальная экскурсия в 16.15 до русских групп. Только что закончилась экскурсия по соляной шахте Величке. Длилась она 3 часа. И, наверное, наши впечатления такие, в общем, двойственные. В общем, нам как-то не особо понравилось, потому что здесь нет чего такого грандиозного. В целом, может быть, неплохо там сходить. Но на один раз. Я бы, например, второй раз не вернулась. Мы не успели поехать во вторые соляные копии, потому что они уже закрылись к тому времени. Мы решили, что посетим их на обратном пути, если у нас останется время. Поехали в сторону Словакии. Остановились в каком-то мелком городочке. И, собственно, за 120 злоток мы получили вот такой номер. Две кровати односпальные сдвинутые в одну. Кондиционера нет. Душ, туалет, телевизор и Wi-Fi. Вот, в принципе, все. Так что мы ложимся спать, высыпаемся и завтра будем на территории Словакии. Мы решили во что бы то ни... Всем привет! Наступил третий день нашего европейского путешествия. И мы едем в Словакию. По Польше. Еще немножечко, и мы будем в Словакии. И первая наша достопримечательность, которую мы хотим сегодня посетить, это пещера. Но вдруг в Словакии тоже нужен какой-нибудь резервейшн или как-то? С точки зрения скоростного режима, Польша просто ужасная страна. Мы здесь умираем, как улитки какие-то, мертвые едем. Здесь то 40, то 30, то 50. Все тащатся. Это ужасно. На самом деле, вчера мы ехали в эту сторону Кракова, весь день мы ехали. Потому что и при этом не было пробок, не было ничего такого. Просто скоростной режим такой. Это ужасно, отвратительно. Вот Польша, с этой точки зрения, по-моему, ужасная страна. Ура, мы въезжаем в Словакию. Вот тут уже все написано, уже герб там какой-то. Непонятно чей. Словенско. Словенско. Въехали в Словенско. Продолжайте решение. 50, 90. 130. Словенско. Вот заехали в кафе, чтобы перекусить. Заказали себе пасту. Ты что заказала? Ризотто. А, пасту, ризотто. Все это обошлось нам в 14 евро. 14 евро на двоих. Также мы заказали еще herbal tea. Мы думали, что это чай с травками. Но оказалось, что это ликер 35%. В Словакии хотя бы можно поесть. Когда мы ехали по Польше, вот мы выехали примерно в 8 утра, и до 9.30, наверное, мы были в Польше, все закрыто. Куча рвилась о том, что тут ресторансия, там ресторансия, но все закрыто. Поесть вообще нигде невозможно. То есть надо либо с собой еду брать, либо не голодать. Едем по направлению в Будапешту через национальный парк Словакский. Дорога здесь очень живописная и красивая. Дорожные покрытия здесь чуть-чуть похуже, чем в Польше. Однако все равно на хорошем уровне. Хотя есть вот заплатки, их видно. Здесь, кстати, нет населенных пунктов. Ну, их достаточно мало, по крайней мере, на этой дороге, пока мы их не встречали. Поэтому можно ехать 120, но на самом деле нельзя, потому что здесь арпантин. Субтитры сделал DimaTorzok